В ночь после выборов политики выступали с разными заявлениями. Так, к примеру, Роберт Зилла призвал впредь выборы в Европарламент проводить только с выборами в самоуправлении. Татьяну Жданок порадовали предварительные результаты, но очень расстроила низкая явка. Ушаков, можно сказать, отругал избирателя и заметил, что низкая явка помогла единству и партии Жданок. Те же, кто, скорее всего, не получит ничего, виду не подали, говорили о перспективах новых политических сил, как, например, Андрей Жагарс, локомотив партии Репши, показавший более чем скромный результат. Ну а вот как результаты выборов оценивает политолог Янис Икстонс. Слушаем его мнение. То, что единство хорошо выступит на этих выборах, не является сюрпризом. Это было, можно предвидеть, но то, что единство выступит так хорошо, это все-таки является некоторым сюрпризом. Особенно на фоне того, что Центр Согласия выступил, ну, довольно неважно, по крайней мере, по той информации, которая имеется на данный момент, они набрали стольких голосов, чтобы получить одно место в Европарламенте. Что, конечно, для Центра Согласия не является блистательным успехом. Что касается других результатов, то низкая явка, конечно, помогла тем силам, которые имеют дисциплинированный, мобилизованный электорат. Я думаю, что от этого выиграл союз русских в Латвии. Я думаю, что от этого в некоторой мере выиграло и национальное объединение. Очень трудно судить о том, что происходит с союзом зеленых и крестьян, так как по одним оценкам они проходят, по другим они не проходят. Но в любом случае это, конечно, не та партия, которая имеет очень дисциплинированный электорат. Последний вопрос. С чем вы связываете такой явный отрыв единства от той же партии Центра Согласия, которая выступала не так хорошо на этих выборах? Если бы у русскоязычных был один список, ну или по крайней мере два, то Центр Согласия набрал бы существенно больше голосов. Сейчас эти голоса разделились между социалистической партией, между альтернативой, Русским Союзом и Центром Согласия. Ну, как минимум. И это, конечно, уменьшило в целом популярность и поддержку Центра Согласия. И вместе с тем и отрыв единства от Центра Согласия вырос. Во-вторых, это, конечно, присутствие господина Добровскиса в этом списке, потому что он является очень популярным политиком. И, несмотря на те сведения, которые всплыли незадолго до выборов, это все-таки не повлияло на его оценку, не повлияло на оценку единства. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!